Тем временем автолюбители Алматинской области просят полицейских освободить трассу от животных. В районе активно развивается животноводство, поколовье домашнего скота резко выросло. Вот только коровы и лошади в последнее время часто становятся причиной ДТП. Автомобиль Талдыкурганца Диля Сагатова на трассе Баканас Талдыкурган столкнулся с быком. К счастью, скорость была небольшой и животное после ДТП убежало. Автовладелец теперь копит деньги на ремонт машины. Ремонт машины мне обойдется в 80 тысяч тенге, 40 тысяч на замену капота и крыла, и по 20 тысяч на фары. Фар нету в городе, их придется искать, заказывать. И хотелось бы, чтобы полиция смотрела или контролировала за скотом, который пастется в ночное время, суток на трассе. В правилах дорожного движения предусмотрен специальный знак. Его устанавливают на трассах в местах перегона животных. Водители просят расставить предупредительные обозначения на таких участках. Но чиновники говорят, что отследить все маршруты перегона скота невозможно. Где-то принятый, принятый такой закон нет. Это мой скот. Хочу, загоняю, не захочу, я отпустил его. Если я был бы пастух, где-то авария случилась, я сказал, я три дня ищу его. Не найду. Потерялся. Ну, докажи, что это не так. Доказать, что беспризорная скотина принадлежит определенному фермеру, не просто признают полицейские. Но все же возможно. Вот только сами водители редко сообщают о таких авариях. За 12 месяцев 2014 года на территории Алматинской области было зарегистрировано 9 наездов на животных, при которых 12 человек были травмированы. Как показывает анализ, 96% наездов на животных зарегистрированы на автотуроках республиканского значения. Между тем, в административном кодексе предусмотрен штраф для нерадивых скотовладельцев. Но точной суммы штрафа назвать в пресс-службе ДВД не смогли. Асим Караулова, Алия Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов. Информбюро Алматинская область.